Всем привет! Это видео является частью серии понимания авторских фильмов, основанной на одноименных трехтомниках. В этом видео мы поговорим о профессии, репортер Микеланджело Антонионе. За исключением краткого вступления к фильму, видео состоит из следующих разделов. Журналист, которому не удалось стать героем. Сила изображений и бессилие слов. История его жизни и ее циничный наблюдатель. Итак, начнем. Профессия, репортер, 75. Микеланджело Антонионе, кинорежиссер, известный своей так называемой трилогией «Очуждение», которую он создал в начале 1960-х годов. Однако его темы и стиль настолько разнообразны, что их невозможно описать, сосредоточив внимание на трилогии, к тому же они меняются со временем. Как это было уже ясно в «Красной пустыне», 64, но особенно после расширения его деятельности за пределы Италии, начиная с фотоувеличения, 66, Антонионе стал еще более чувствительным к духу времени, выпуская работы, отражающие его. Однако можно сказать, что одной и той же темой он занимается еще с конца 1950-х годов, когда начал снимать свои авторские фильмы. В фильме «Профессия» репортера главную роль играет популярный американский актер Джек Николсон. Эта история, похожая на политический триллер, действие которой разворачивается в нескольких странах, в одной африканской стране, Англии, Германии и Испании. Этот фильм имеет иной размах, чем вышеупомянутая трилогия «Красная пустыня» и «Фотоувеличение». И хотя он кажется даже развлекательным, он также содержит немало новшеств в кинематографической выразительности. Можно сказать, что это незаменимый фильм, если говорить об авторском кино 1970-х годов. В этом видео я рассмотрю это произведение прежде всего с точки зрения сложной взаимосвязи между историей и изображением, выполняющим ее повествовательную функцию. Журналист, которому не удалось стать героем. Сюжет, профессия, репортера, можно резюмировать следующим образом. Дэвид Локк, журналист-международник средних лет, после внезапной смерти Дэвида Робертсона, человека того же возраста, которого он случайно встретил в одной африканской стране, где он вел репортажи, начинает действовать вместо него. Однако, когда жена Локка на его родине становится подозрительной, его приключение в качестве другого человека превращается в жизнь в бегах, и в конце концов его убивает государственный служащий некой страны, который считает Робертсона врагом. Добавляются в этот сюжет подробности о биографии главного героя Дэвида и объектов его интервью, а также эпизод случайной истории любви, в результате история, которую получит аудитория, скорее всего, будет содержать элементы жанровых фильмов, таких как политические триллеры, саспенс, роуд-муви и мелодрама. Однако Антониони не собирался превращать эту историю в разножанровое развлекательное произведение. Сам фильм в целом безжанровый, а история содержит универсальный урок. Многожанровость — это лишь результат, и упомянутые выше детали придают достоверность рассказываемой истории, представляя ее не как абстрактную басню, а как нечто, что могло бы случиться с человеком, живущим в современном обществе. Как и во многих великих повествовательных произведениях, здесь сосуществует реальность деталей и дидактичность целого. Дэвид Лок, сыгранный Николсоном, есть британский журналист, получивший образование в США. Он находится в пустыне, чтобы снять документальный фильм об Африке для британского телевидения. Это становится ясно примерно через 25-30 минут после того, как сюжет начинает в некоторой степени развиваться. Но первые 10 минут показывают лишь то, что ему надоела его работа. После того, как жена Дэвида Рэйчел, живущая в Лондоне, узнает о смерти мужа, она и Мартин, телепродюсер, пересматривают некоторые материалы Дэвида. Там дал интервью лидер военной диктатуры, напоминающий гражданскую войну в Чаде. Чернокожий мужчина, которого называют президентом, говорит, что партизаны почти уничтожены и будущие страны светлые. Гражданская война в Чаде, политическое событие, которое все еще продолжалось на момент съемок фильма. Можно также сказать, что Антониони рисует отношения между современным обществом и людьми с глобальной точки зрения, следуя своему фильму «За Бриски Пойнт» 70 на темы студенческого движения и культуры хиппи в США, а также документальному фильму «Китай» 72. Учитывая этот контекст, не случайно главные герои, профессия, репортера, пытаются снять документальный фильм, затрагивающий гражданскую войну в Африке. Возможно, это отражает интересы самого Антониони. Однако в этом фильме нет прямого политического послания через героя. Потому что, как признается Рэйчел Мартину, когда она пошла посмотреть интервью, Дэвид просто принял лицемерные слова диктатора и послушно записал их. Почти наверняка, он изначально занимался освещением событий по гуманитарным соображениям. Он даже пытался использовать записи казни диссидентов в условиях военной диктатуры. Однако зрители не осознают этого примерно до середины фильма. О том, что Дэвид был довольно известным журналистом, можно легко догадается из его разговоров с Робертсоном, а также из попыток Мартина создать специальную программу после известия о его смерти. Но зритель, следящий за его словами и действиями в настоящем, мало обратит внимания на прошлые достижения, принесшие ему известность. Двое членов повстанческой организации, с которыми Дэвид вступил в контакт в Мюнхене, без его ведома схвачены правительственными шпионами, а сам Дэвид уезжает в Барселону по графику, записанному в блокноте Робертсона. В Мюнхене он маскируется искусственными усами, а в Барселоне высовывает туловище из окна канатной дороги и раскидывает руки, изображая птицу. Дэвид, выступающий в роли Робертсона, выглядит более легкомысленным, чем сам Робертсон, которому, судя по всему, доверяли повстанческие группировки, стремящиеся закупить оружие для освобождения народа, хотя последний в записанном разговоре лишь намекает на его мировоззрение. С момента появления Дэвида в фильме он изображается мужчиной средних лет, не в восторге от своей деятельности на чужбине. Трудно разглядеть черты гуманитарного журналиста в этом человеке, который жалуется сломавшемуся грузовику в пустыне и пытается стать другим человеком после смерти Робертсона, с которым он подружился в отеле. Зрители, смотрящие этот фильм впервые, могут даже задаться вопросом, кто этот человек, наблюдая за Дэвидом. Если мы оглянемся назад на всю историю фильма, то увидим, что Дэвид был практически обречен с того момента, когда он был введен. Так почему же он не смог стать героем, как гуманитарный журналист, и в итоге был убит, как безымянный человек? Привлекательность этого произведения как драма заключается не в сюжете, включающем элементы политического триллера или соспенса, а в вопросах, которые возникают из повествования. Однако Антониони не объясняет их через реплики персонажей, как это обычно делается в художественных фильмах, отнесенных к категории драм. Он просто предлагает зрителю внимательно наблюдать за словами и действиями главного героя и ключевых персонажей вокруг него и по малейшим подсказкам делать выводы о его мотивах. С самого начала эта стратегия, которую можно назвать вызовом режиссера-зрителю, кажется оправданной политическим триллером и историей, похожей на саспенс, следующий правилам жанра детектив. Сила изображений и бессилие слов. Дэвид, главный герой, профессия, репортера, появляется как безымянный человек и умирает другим человеком. К тому времени, когда Джек Николсон снялся в этом фильме, он уже получил признание за свои роли в таких фильмах, как «Беспечный ездок» и «Китайский квартал», и в этом же году он снялся в «Пролетая над гнездом кукушки». В следующем году он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но в этом фильме он предстает просто бесхарактерным белым человеком, а не великим актером с индивидуальностью. Если Давид и выделяется в том или ином эпизоде, то не потому, что он уникален как личность, а потому, что он очужден как фигура от инаковости в своем окружении. И эта очужденная ситуация ясно показана на изображениях. Изображения служат для того, чтобы сделать ситуацию очуждения видимой, и в то же время рассказывают историю этого очужденного главного героя. Мы увидим это подробно. Фильм с продолжительностью 2 часов 6 минут обрамлен двумя эпизодами, демонстрирующими мощную описательную силу изображений и бессилий слов. Первый эпизод, начинающийся с титров, знаменует собой представление главного героя и его отправление в опасное путешествие, а последний эпизод, центр которого является длинным кадром, изображает его смерть. Они примерно одинаковой продолжительности, 8-9 минут. В общей сложности 16-17 минут фильм продолжает повествовать историю, не полагаясь на слова, без диалогов персонажей, закадрованного голоса или субтитров. В первом эпизоде мужчина, Дэвид, приезжает в город, который выглядит как исламский район, населенный чернокожими людьми, берет мальчика в качестве проводника в грузовик и отправляется в пустынную местность с крутыми скалистыми горами. На нем изображена история до того момента, когда он со своим проводником начал подниматься на скалистые горы. В типичном коммерческом игровом фильме вскоре после появления главного героя или героев есть сцена разговора, которая намекает на их имена, настройки персонажей и некоторые аспекты их личности. Но Антониони, с другой стороны, не раскрывает имя Дэвида, его род занятий и даже то, что он делает в явно чужой пустыне в течение более чем 10 минут. Пока шины его грузовика не застряли в песке, и он не пошел в свой отель, его разговоры с местными жителями были очень короткими, и некоторые из них выглядели так, будто он разговаривает сам с собой. В некоторых случаях собеседник может не ответить. Первая фраза Дэвида, вы говорите по-английски, французский на английском и французском языках. Но мальчик-гид не отвечает. Как только фильм начинается, камера раскрывает свой характер наблюдателя с его безличной волей. Дэвид появляется в первом общем плане, но прежде чем зрители успевают разглядеть его черты, он исчезает с экрана, когда камера поворачивается влево, и его заменяют местные дети, бегающие за углом улицы. Но прежде чем зрители успевают обратить на них внимание, следует еще один кадр. Такие безличные и плавающие движения камеры можно увидеть на протяжении всего фильма, как будто среда, в которой ведут себя Дэвид и другие главные герои, представлены как равные им. В частности, что касается главного героя Дэвида, то с момента его появления в глухом городке, полном чернокожих людей, он является аутсайдером и в то же время не привлекает ни от кого особого внимания. На это указывают и особенности композиции, цветовая гамма и движение камеры каждого кадра. В окружении домов из глины и камня, узких улиц, покрытых песком, и чернокожих людей в белых тюрбанах, и простой одежде, западная одежда Дэвида, состоящая из красной клетчатой рубашки с короткими рукавами, рабочих брюк и солнцезащитных очков, выглядит явно иностранной и придает впечатление не к месту. Однако горожане не проявляют никакого любопытства, а лишь жестикулируют в его сторону, чтобы попросить сигареты и недружелюбно указывают место назначения. Кроме того, внезапные панорамы камеры, выполняющие повествовательную функцию через наблюдение, как я отметил, создает впечатление, что даже автор фильма не обращает особого внимания на Дэвида. Отчуждение главного героя достигает апогея в заключительном эпизоде. Именно в момент его смерти камера, выполняющая основную повествовательную функцию фильма, оказывается дальше всего от него. Большая часть этого эпизода состоит из одного кадра продолжительностью примерно шесть с половиной минут. Уговорив студентку, с которой он ехал, пойти домой, Дэвид, оставшийся один в своем гостиничном номере, был убит людьми на стороне правительства, как соучастник Повстанческого народно-освободительного фронта, с которым он непреднамеренно вступил в контакт в Мунхене. Но камера не показывает место убийства. Первоначально расположенная в его номере, камера медленно приближается к окну, пройдет через окно, чтобы показать события снаружи, одно за другим, а затем смотрит в комнату Дэнну извне отеля, чтобы показать Дэвида, лежащего на спине в постели. Она показывает взаимодействие между трупом, полицейскими, пришедшими провести вскрытие, Рэйчел и студенткой. На протяжении всего этого общего плана зрителя ни разу не ведет лица Дэвида. Сначала его можно увидеть лежащим на спине на кровати, и на левом краю экрана можно увидеть только его тело. Окно занимает центр экрана. Когда камера медленно приближается к окну, видна только нижняя часть его тела, затем только кончики ног, а затем он полностью исчезает. В конце кадра показано все его тело, но лица совсем не видно. the membership of the authors page. You can watch exclusive 3 new video about world cinema every month, plus some more videos, i.e. recordings of authors' public lectures etc., only for $2 a month. Your support is very important for our work.